Эта часть Тутаевского шоссе знакома всем дальнобойщикам. Здесь нередко дежурят патрульные автомобили, инспекторы останавливают тяжелые машины и находят немало нарушений. В том числе и довольно грубых. Так было и в это утро у водителя этого лесовоза большие проблемы с сопроводительными документами. До пункта назначения одной из ярославских фабрик не доехал несколько сотен метров. Вывезли-то куда-то ревизируют? Не ходить разговаривать? Ревизором мужчина поведал, был не в курсе, что с документами проблема. Мол, просто водитель. Теперь придется отправиться в отдел полиции. С 2016 года все круглые материалы должны быть оформлены согласно сопроводительному документу о транспортировке древесины. Это сделано с целью пресечения незаконного оборота древесины. В данном документе не указано, какая порода переводится, хотя мы видим хорошо, что это березы. И не указано, главное дело, объем. Борьба с черными лесорубами в нашем регионе началась два года назад. На совещании в Данилове в ноябре 2016-го проблему незаконной вырубки деревьев поднял лично губернатор Дмитрий Миронов. Для примера в 2015 году ущерб от действий черных лесорубов составил 65 миллионов рублей. По мнению главы региона, явление приобретало масштаб экологической катастрофы. С черными лесорубами необходимо бороться, и мы будем бороться, и делать будем это комплексно. Должна быть пересмотрена практика взаимодействия Департамента лесного хозяйства с правоохранительными органами. Кроме того, требуется усилить контроль за транспортировкой древесины. По всей области начались проверки. Инспекции проходят регулярно. Результат не заставил себя долго ждать уже через полгода. Объем незаконной вырубки снизился в 4,5 раза. За достаточно короткий срок мы имеем серьезные результаты положительные. То есть по итогам 2016 года хуже Ярославской области была только Московской области. По итогам 7 месяцев находимся на 9 месте. А по итогам года ситуацию с черными лесорубами кардинально изменили. Объем вырубленных лесов впервые за долгое время стал равен объему лесовосстановления. Этого результата достигли благодаря тесному взаимодействию лесничеств, арендаторов, правоохранителей и правительства Ярославской области. Мы достигли в 4 раза снижение объема незаконно заготовленной древесины. Более чем на 20% у нас увеличилась раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота древесины. Рейдовые мероприятия продолжаются и сейчас. С начала года их было 286. Выявлено 30 нарушений. Отпугнуть черных лесорубов могут денежные санкции. Нарушителям грозит крупный штраф от 300 тысяч рублей. Дмитрий Жданюк, Георгий Иванов. День в событиях.